Я считаю, что я катаюсь с одним из самых выдающихся фигуристов нашего времени. И мне просто нереально повезло. Мне так интересно делать то, что я делаю сейчас с Петей, потому что я даже не понимала, что это я могу сделать физически. Мне кажется, Лен, ты немножечко сгущаешь краски, потому что те элементы, которые ты привыкла делать, все зрители, я уверен, знают, что они ультра-си сложности. Просто то, что мы с тобой сейчас, это немножко другое. Если вы видели в своем дворе на помойке Петю, это он жевал свой образ. Не думайте ничего такого. Почему-то странно мяукающим. Оставались поздно ночью репетировать номер, и кошки все сбегают. Сбегают, да. На лед не выбегают, но вот так вот раз там. Посмотри. Местные кошки, они, конечно, более драные получились, чем, наверное, мы получили. Немножко, да, мы, наверное, будем слишком ухоженные коты. Тема и сюжет дают возможность по пластике как-то, ну, чуть-чуть по-другому двигаться. Я, конечно, понимаю, что у нас, наверное, может и не получится выглядеть стопроцентными кошками. Но хочется, да, попробовать как-то, да. Ну, попробуем. Будет интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Костюмы фантастические, грим великолепный, ребята катались, ну а катание Елена скажет, зачем они упали. Ой, так жалко, так здорово, Петя показывал свое действительно настоящее кошачье катание, Елена просто феноменально исполняла поддержки, Петр тоже соответствовал ей в этих поддержках, поэтому так обидно, что они упали, но все равно, вы знаете, мне кажется, номер от этого не обеднело и как-то они очень быстро это выкрутились, показали, какие они профессионалы, поэтому мне номер очень понравился, замечательные поддержки, сложные, поэтому здорово. Здорово. Татьяна Анатольевна, 6,058. Ну вы знаете, во-первых, это не первый раз, надо как-то проверять, очень жалко, потому что, конечно, этот проект может дать очень много именно миру фигурного катания, и он и дает очень много. Ты сам знаешь, если у тебя же связался конек, или если у тебя упала бабочка, если ты катаешься вдруг ни с того ни сего в смокинге, да, или у тебя что-то произошло, тебе же обязательно во второй оценке это снимут, хочешь ты этого или не хочешь. Ну как-то так жалко, потому что и костюмы, и образ, созданный на льду, и элементы, и все прекрасно, уникально. Ну просто, знаете, я прямо злюсь. Татьяна Анатольевна, я с вами... Видно было с самого начала. Если вы что-то выбрасываете, то с самого начала это видно. Даже светом было подсвечено это место. Мы видели сразу, и это зацепилось за пятку, и вы упали не тогда, когда оно зацепилось, а вы упали через несколько шагов. Зацепилось вот здесь, вы еще проехали 6 метров, а до этого все время катались по этому куску. Очень жалко, мне жалко, что я не могу поставить 6-0, 6-0 за то, что я хочу сделать. Не отбирайте у меня этой возможности, я сюда за этим пришла. Спасибо. Игорь Анатольевич, опять ваш любимый реквизит. И мы помним падение Елены Леонова и Андрея Хвалько, когда тоже виной того падения был реквизит. И опять ребята, я так понимаю, споткнулись отряпочку. Продуманные костюмы, прекрасные, у Пети потрясающий вообще грим, наверное, он с утра здесь гримировался. Очень хорошо. Продумано, что когда Лена появляется из этого мусорного ведра, то она появляется не одна, а там высыпаются еще какие-то баночки, скляночки вроде как привязанные. Да, все это продумано. У Лены был обеденный перерыв. Мы его ненадолго прервали. Но посмотрите, когда я вижу, что тут так все точно продумано, и вдруг я вижу Лену-кошку с серьгами в ушах. Это современная кошка, Игорь Анатольевич. Наша молодежь носят серьги в любых местах. Я очень много кошек знаю, в принципе, но слава Богу, что я не заметил у нее обручального кольца. Это сейчас, наверное, современные кошки так. Поэтому, если вы продумываете до мелочей все эти вещи, то эти вещи, если вы театральный номер делаете на льду, нужно обязательно, как говорится, изымать из обихода. Спасибо. Спасибо. Елена Анатольевна, 6-0, 6-0, идеальные оценки, высший балл. Я так понимаю, вам ничего не помешало, ни падение, ни какие-то другие шарфоводности. Нет, мне помешала бумага, которая выпала из руки Лены в первую же секунду. Это она ее уронила. И я весь номер ждала, наедут они или нет. Это мне страшно мешало. Но, почему я не сняла? Если соревнования проводятся, Алексеева не раз выступали на соревнованиях, и судья видит, что лежит что-то на льду, мы обязаны были остановить. Мы ничего этого не сделали. И, может быть, нам впредь надо внести эти правила, которые помогут исполнять и показывать нам максимум. Как раз вот на эту тему я рассуждала и решила, что вины спортсменов в этом нет. Это был превосходный номер. Это была изумительная пластика. Это была настолько единая, это была изумительная пара. Я вас с этим поздравляю. Поэтому у меня 6-0, 6-0. Ребят, такой красивый номер, такой выдержанный, сложный, средний темп. Такое обидное падение, что даже вот в кровь. Все это как удар под дых, потому что мы ожидали, что это будут, безусловно, 6-0, 6-0. Петр? Котам на коньках непросто. Очень хорошо. А сереги в ушах? Ну, вообще-то я знаю очень давнешнее правило, которое я давно, давно этому правилу научилась. Я катаюсь без колец, даже без обручальных. Я никогда не одеваю цепочки. Я никогда не одеваю никакие браслеты. Это запрещено. К сожалению, эти сережки я не могу снять уже 10 лет с своих ушей. И мне приходится просто с ними жить. К сожалению. Да, это я вижу упущение. Но вы меня тоже поймите. Котам тяжело кататься на коньках, как сказал. Ребят, вы подарили нам настоящее наслаждение своим танцем. Поэтому вы побеждаете в номинации от Невея «Моменты наслаждения». Порадуйте себя бережным уходом и изысканными ароматами с гелями для души Невея. Сами. Порадуйте тебя. С вами был Игорь Негода.